Никола Тесла был одним из самых выдающихся умов в истории. Его вклад в развитие мира неизмерим, но, к сожалению, он не получил того признания, которого заслуживал. Все мы знаем о его изобретениях, таких как катушка Тесла и радио. Но в этом видео я собираюсь рассказать вам несколько безумных секретов о нем, например, о его таинственных отношениях с птицами. Друзья, пожалуйста, не забудьте, что у нас есть телеграм-канал, там вы узнаете много интересных исторических фактов, а также о таинственных мировых заговорах. Если вам все это интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Дело в том, что здесь на ютюбе эта информация не предоставлена, поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, либо в закрепленном комментарии. Я вас там жду. Перед смертью Тесла написал о своей одержимости голубями. У него была особая связь с этими птицами. Он часами наблюдал за ними в парках и на городских улицах. Это была почти мистическая связь. Он верил, что они обладают уникальными качествами и глубокими пониманиями мира природы. Однажды он даже заметил, что один из голубей имеет с ним особую связь. Он назвал его молчаливый. Тесла регулярно навещал его. Это были уникальные отношения, и они показали, насколько особенным был Тесла как личность. Некоторые люди думали, что любовь Теслы к голубям свидетельствовала о его странностях и оторванности от общества. Став старше, он стал проводить больше времени с птицами и меньше с людьми. Существует множество историй о Тесле и голубях. Например, в одной истории говорится, что он приносил раненых птиц в свою комнату, чтобы вылечить их. Еще одна интересная черта Теслы – его увлечение числами. Он верил в силу определенных комбинаций чисел, таких как космический код 369, которые, по его мнению, были важны для понимания Вселенной. Он верил, что изучая закономерности и взаимосвязи между числами, он сможет раскрыть основные истины о реальности. Перед смертью Тесла передал свою веру в то, что числа являются строительными блоками Вселенной. Он даже сказал, что если вы знаете магию чисел 3, 6 и 9, у вас есть ключ. Вы можете раскрыть тайну Вселенной. Одержимость Теслы цифрами 3 и 9 по-разному проявляется в его жизни и работе. Он использовал ритуалы и подсчитывал предметы, располагая их в соответствии с этими цифрами. Секретом филадельфийского эксперимента было число 5, которое является одной из самых известных характеристик Теслы. Загадки, правительственные секреты и теории заговора были описаны как страшная тайна, которую Тесла хранил до своей смерти. Он нарушил молчание, рассказав об этом предполагаемом военно-морском эксперименте, который США провели в октябре 1943 года во время Второй мировой войны. Они пытались сделать все, чтобы их не видел радар. Используя некоторые передовые технологии из единой теории Поля Эйнштейна, но все пошло не так и корабль просто исчез. Он переместился в другое место, а затем вернулся снова. О филадельфийском эксперименте ходят самые разные безумные истории. Одни говорят, что он невидимый, другие, что он был телепортирован, а третий утверждает, что члены экипажа испытывали странные вещи, такие как путешествия во времени и болезни. Самое известное в эксперименте это связь с металлом корабля. Есть даже сообщения о том, что люди получили ожоги или сходили с ума от этого. В начале 1900-х годов Тесла был на пике своей карьеры как изобретатель. Он работал над несколькими безумными проектами, такими как башня Орден Клифф, которая должна была стать беспроводной передающей станцией, и для этого ему нужны были серьезные деньги. Именно тогда он обратился к Дж.П. Морган, известному в финансовом мире человеку. Морган увидел потенциал в идее Тесла и решил инвестировать в нее. Так они стали партнерами, а остальное уже история. Это была безумная поездка, но она окупилась для них обоих. Тесла получил финансирование, необходимое для строительства своей башни, а Морган заработал на сделке серьезные деньги. Это была беспроигрышная ситуация для обоих сторон. Морган полностью разделял идею Тесла о беспроводной передаче электроэнергии и видел в ней огромный потенциал для получения прибыли. Но затем все усложнилось. Между Тесла и Морган возникли разногласия, которые привели к множеству неудач и задержек. Это привело к тому, что безумные идеи и нетрадиционные методы Теслы вступили в противоречие с традиционным деловым миром. У них были разногласия по этому и другим вопросам. А потом все выяснилось. Затраты были слишком высоки, а доходов не было вообще. Дж.П. Морган начал все больше и больше сомневаться в Тесле, и тот не смог сдержать своих обещаний. В 1906 году из-за финансовых проблем Тесла был вынужден отказаться от проекта, прежде чем умер. Дж.П. Морган потерял всякое доверие к Тесле. Он винил себя в неудаче Теслы, хотя и не имел к этому никакого отношения. Он отказался от идеи турбин Теслы и от всех своих грандиозных мечтаний. Турбина была настоящим техническим чудом, но она так и не заработала. Его дальновидный подход к инновациям отличался от обычных турбин с лопастями. Он был основан на концепции адгезии пограничного слоя и позволил создать совершенно новый тип турбины с большим количеством потенциальных применений. Эта турбина Тесла использует пар и воду в качестве основной рабочей среды и перемещает их через специальный пограничный слой, где они создают спиральное движение. Именно это движение приводит в действие турбину и делает ее одной из самых захватывающих новых технологий производства электроэнергии. Тесла верил, что его запретение произведет революцию в производстве энергии, предложив более эффективное и компактное решение, чем традиционные паровые турбины. Они проще в изготовлении и они могут работать на более высоких скоростях. А повышая эффективность электростанции, мы можем снизить их воздействие на окружающую среду. Сейсмическая машина Николы Теслы действительно загадочная вещь. Многие люди говорили о ней и задавались вопросом, в чем ее главный секрет. Перед смертью Тесла сказал, что создал машину, которая может концентрировать землетрясения и даже вызывать их возникновение. Идея создания сейсмической машины Теслы возникла из его понимания того, как все вибрирует и резонирует. Он считал, что если использовать правильные частоты, то можно предотвратить возникновение сильных землетрясений в определенных местах. Но доказательств того, что Тесла действительно создал такую машину не так уж много и некоторые историки ему не верят. Некоторые люди думают, что настоящая цель Теслы при создании машины было использовать ее в военных целях. Но это все только предположения, другие думают, что он будет использовать ее для получения гетермальной энергии. Радиосвязь и идею Николы Теслы о глобальной беспроводной сети часто называют мировой системой. В начале 20 века у него было несколько безумных идей. Он хотел создать сеть станций связи, которые могли бы передавать изображения и видео на большие расстояния без проводов. В основе его плана лежало использование электромагнитной энергии и иносферы для связи. Он думал, что собственные частоты Земли можно использовать для передачи радиосигналов. Действительно ли это сработает? Изменит ли это способ общения навсегда? План Теслы заключался не только в распространении новостей. Он также использовался в качестве платформы для передачи энергии. Несмотря на его видение, World Systems так и не запустила проект из-за технических и финансовых проблем. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы нас не потерять. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.